Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Борода и это мой канал. Сегодня мы находимся в очень нами любимом Актовском каньоне. Сюда мы стараемся ездить несколько раз в году. Ездим сюда и осенью, и весной, и часто летом. Зимой не были ни разу, тоже надо как-то этот пробел заполнить. Сейчас очень жарко в Николаеве, Николаевской области. Время уже седьмой час, немножечко жара спадает, а вообще можно сойти с ума. И в связи с этим мы даже не думали, что настолько много людей сюда ездит летом. Вот как-то поехали, думали разобьем палаточку, отдохнем. И еле-еле нашли место. Просто народу тьма. Хотя река, которая здесь протекает, маленькая по каньону, называется Мертвовод. Можно сказать, что такой очень небольшая река, как ручей с небольшими заводями. Вот и вот в тех местах, где эти заводи есть, народу много кучкуются. Прямо чуть ли не палатка на палатке, машина на машине. У нас есть несколько любимых мест здесь. Мы ткнулись в одно, ткнулись в другое. Там люди, там люди. Стали искать, искать. В итоге плюнули и тоже недалеко от людей поставили палатку. После приехали еще люди поставили. Но вроде все дружелюбные. И чем хорошо, то что тут не бухара какая-то, а люди все-таки более спортивные, туристической какой-то направленности с детьми. А не алкоголь, там и шашлыки, как обычно. Вот. И очень-очень кайфово. Вообще любим, любим семьей нашей это место, эти каньоны. Тут очень-очень классно и красиво. Особенно вот вечером и ранним утром. А когда еще нету автобусов, нету еще и нету уже автобусов с туристами. Потому что днем их реально очень много. Вот разные туристические компании сюда подвозят. И на каждое красивое местечко, откуда можно сделать приятные, кайфовые фотографии, везде стоят автобусы и куча людей, группа людей. Все селфицы, что-то кричат, едят. Вот и едут дальше. Соответственно, как бы такое уединение с природой не получается. Поэтому, когда едешь сюда с палаткой, вечерком, вот очень кайфово. Не очень много людей остается с палатками. И утром просыпаться очень прям-таки в кайф. Просыпаешься, тут летают аисты, тут очень крутая природа. Вот. Всю ночь жабы устраивают свои концерты. В общем, кайф. Если будете на Николаевщине, старайтесь доехать до каньонов. Здесь есть Арбузинский каньон, Петропавловский, Актовский. Более известны они все, как под одним названием Актовский каньон. Загуглите эту тему и постарайтесь сюда заехать, потому что это реально, это красота, это чудо природы. Такого больше нигде не увидите. Те, кто давно смотрит мой канал, должны были видеть, знают, что про Актово у меня есть несколько выпусков, влогов. Вот. Я все время стараюсь здесь что-то заснять, вот, что-то показать. Вот. И, знаете, каждый раз, когда сюда приезжаешь, все время восхищаешься и все время хочется показывать и показывать, рассказывать и рассказывать. Хотя рассказывать, кроме как посмотрите, как здесь красиво, уже и особо не о чем. Просто тут очень классный воздух, а тут офигенный запах. Тут просто так пахнет травами, вот, всякими разными. Вот. Настолько это все умиротворяет. Вот. Очень красивая природа. Вот. Можно слушать пение птиц. Нету вот этой вот музыки. Знаете, как обычно любят люди выехать на природу и включить вот эти всякие колоночки, вот, с Мишей кругом, например. Тут как-то, ну, попадаются, конечно, компании, которые так делают, но как-то все-таки более культурно. КОНЕЦ ФИЛЬМА Друзья, всем доброе утро. Вот мы перенечивали. А время сейчас седьмой час. Солнышко уже так печет достаточно сильно. Слышите вот этих вот лягушек? Вот эти лягушки всю ночь закатывали концерты раза в три сильнее и громче, чем они делают это сейчас. И это всю ночь, не успокаиваясь. Ну, у вас где-то часика в три, вот так вот в четыре утра был небольшой перерыв, а все остальное время это не прекращалось. Этой ночью, представляете, как мощно, короче, ты начинаешь постепенно, уже так немножко сквозь сон различать этих лягушек по голосам, а все они поют разные песни, вот, и создается такое впечатление, что на заднем фоне вообще такой мощный собачий лай. Очень много народа стало сюда ездить, вот, и пока я вчера ходил, снимал немножечко красоты, чтобы вам показать, вернулся на место, а у нас тут вся поляна в машинах, палатка на палатке, куча народа. Хорошо, что, ну, вот народ, как я уже говорил, не особо бухающий, вот, какие-то люди были вменяемые и цивилизованные, но создается впечатление, что ты отдыхаешь не просто приехал на каньон отдохнуть в дикую природу, а как будто бы ты находишься в кемпинге, вот, и если раньше я просыпался, а также утром встречал рассвет, варил себе кофе, не было ни души, я подходил к водичке, мог окунуться в нее, сфотографироваться, это было так прекрасно в ней души, то сегодня, когда я шел сфотографировать водичку, я встретил девушку со штативом, которая сказала мне, доброе утро, и когда ставила, когда эта девушка ставила штатив, мне в объектив уже попадал какой-то мужчина в зеленой футболке, который стоял на берегу и наслаждался прекрасным видом. Еще хотел показать вам, купил на Алиэкспресс, такую вот поилку для собаки, собачек, вот, чем прикольно, здесь пол-литра воды, вот, удобно брать с собой, у нее есть такой вот темлячок, веревочка, вот, и есть предохранитель, чтобы кнопка не нажималась, чтобы вода не выливалась, когда мы снимаем с предохранителя, мы нажимаем на кнопочку, и у нас вытекает водичка в такой вот лоточек, и с этого лодочка собачка пьет, собственно, делается, и когда собачка попила, мы можем вылить все это так же, нажать на кнопочку и влить назад все в бутылку, вот, собственно, очень удобно для путешествий, да и просто для прогулок по железу с собакой. Сейчас Джейли спит, но я попробую продемонстрировать. Джейли, будешь водичку? Ну, попей. Водичку. Водичку попей. Никто за рекламу мне не платил, купил я ее на Алиэкспресс, вот, и, собственно, могу дать, даже дам ссылочку под видео, где покупал, вдруг кому-то тоже такая понадобится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!